Здравствуйте, дорогие друзья! Ходыш Тов! Сегодня Рош Ходыш, месяц Ахэшван. Сегодня и завтра, два полупраздничных дня, мы будем праздновать, что начался новый месяц, и мы молимся Всевышнему, чтобы Он нам послал Ходыш Тов Умэвурах. Итак, недельная глава Ноах, где здесь рассказано про всемирный потоп. Человечество грешит и грешит и грешит, и Всевышнему, увы, приходится уничтожать свои творения, которые Он так любит, которыми Он так дорожит, приходится всех уничтожать в потопе, потому что грехи уже зашкаливают. Так больше жить нельзя. Давайте обратим внимание, почему Всевышний посылает наказание человечеству именно с помощью воды. Почему именно потоп? Мы с вами знаем, что Всевышний наказал фараона и его вот этих всех войска, всех его вот этих участников ужасных грехов, которые были в Египте, всех его друзей, фараона и друзей, он наказывает с помощью, опять же, того же самого моря. Они заходят в море, и все утонули в воде. Но почему Всевышний всегда наказывает с помощью воды? Очень интересно. Говорят нам наши мудрецы, что Всевышний, его самое большое милосердие заключается в том, что вода, моря и океаны, которых так много, они не затапливают сушу. У нас на планете Земля так много воды, что в принципе, по законам природы, суши вообще не должно было быть. Все должно быть затоплено. Что делает Творец? Он, благодаря своему бесконечному милосердию, возвышает сушу над водой. Каждое утро мы благословляем. Спасибо тебе, Творец, что ты не даешь вот этому бесконечному потоку воды затопить сушу. Спасибо тебе, что мы живы. В этом проявляется самое большое милосердие Творца. Мы все живы ежедневно, потому что Всевышний сдерживает потоки воды. Но что? Когда человечество грешит, а во времена потопа написано, они все воровали, воровали, воровали и никому никогда не помогали. Они полностью отменили среди себя в своей жизни качество милосердия. Когда люди не занимаются милосердием, то Всевышний забирает свое милосердие мера за меру. Вы перестали быть милосердными, вы уничтожаете качество милосердия, которое есть в мире, тогда Всевышний, увы, забирает качество милосердия свое, мера за меру, и тогда естественным образом вода затапливает сушу. Это что произошло во времена Ноаха. Не было милосердия, вода затопила всю сушу. Кто же спасся? Спаслась семья Ноаха. Почему? Написано в Медрошах, что Ноах 220 лет помогал своим родителям, дедушкам и бабушкам, своим детям. Он был единственный человек на белом свете, который занимался милосердием. И из-за того, что он помогал близким и друзьям, то Всевышний спасает его, и его ковчег, его корабль смог возвыситься над водой. Почему? Потому что милосердие Творца ему помогло. Потому что раз ты занимаешься милосердием, Всевышний спасает тебя. Удивительные вещи. Из-за того, что в мире исчезло милосердие, Всевышнему пришлось забрать свое милосердие, и тогда вода смывает сушу. Здесь мы видим, насколько важно помогать друг другу. Когда мы помогаем друг другу, то мы как бы размножаем, увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем качество милосердия, и тогда мир может существовать, и вода, не дай Бог, не затопит сушу. Удивительные вещи. Спасибо огромное за внимание. Давайте усиляться в заповеди Хесет, в заповеди помогать друг другу, ведь на этом стоит мир. Шавуатов.